А это уже наши, видишь, пляжи дикие нахерачили, и это все делают. Вот это открытое море. Мы сюда, когда заходили, на рассаде, дубина, слава богу. Все ближе и ближе к карантинной бухте. Мы ее увидеть не можем, потому что сейчас часть стоит. Придется ехать до Херсонеса, вот напротив, где стена. Вот туда поехать, тогда мы ее увидим, карантинную бухту, где, скорее всего, мой отец в 1941 году и встретил немцев на торпедном катере. Это всякое связующего раствора. А сверху это период Средневековья. Вот это античные ворота, были они засыпаны, сверху это Средневековая калитка. Вот это Средневековая калитка. Передняя оборонительная стена, протехизма называлась. Древние греки очень хорошо относились к своему прошлому, с уважением к погибшим. Но видно в истории Севастополя, Херсонеса в Корсуне, был такой период, когда больше думали о живых, чем о мертвых. Протехизма, передняя оборонительная стена, укреплялась стеллами и с могильником. На данном плане находится 17-е укрепление, самое мощное, башня Зенона в честь Византийского империи. Так как башне Зенона трудно было держать береговую и морскую часть города, то была построена цитадель. Цитадель это город внутри города, вот эта линия идет все. За ней, за вот этой стеной находятся термы, городские баи. Вот карантинная пуха, вот где стоит ракетный катер. Вот это ракетный катер. И вот туда, дальше. То есть, вероятно, что торпедные катера здесь базировались? Невероятно, а точно торпедные катеры. Во время войны? Да. Невероятно, а точно. 100% да? 100% базировались здесь. Но то, что я тебе сказал, там было несколько дивизионных. И вот отсюда они выходили в море? Отсюда выходили, вот эта карантинная пухта, выходили в море. И они же здесь держали. Пойдем, наверное, оттуда, там лучше будет видно. Получается, она и там внутри еще ничего. Насколько же она катеров интересна? Нет, ну там, видишь, вон дальше мачта виднеется. Ага. Еще стоит. Так что, все по уму. А вот, как раз видел полигон в школу водоназа, вот сиденькие ворота. Продолжение следует... Продолжение следует...